Сбой часов в Волгоградском областном краеведческом музее в рамках цикла тайны музейных кладовых истории одного экспоната открылась выставка «Любимец муз» и «Вдохновение», приуроченная к 150-летию со дня рождения великого баса всего мира, национальной гордости России Фёдора Ивановича Шаляпина. Почему мы говорим о нём сейчас в нашем городе? Дело в том, что Фёдор Иванович Шаляпин трижды был в городе Царицыни. В 1909 году, проплывая из Астрахани на Кавказ, он вышел в Царицыни. Вы не представляете, что здесь было. Это было такое счастье. Он выступал в театре Конкордии. Вот у нас мы сегодня открыто что-то показывали, да? Как раз театр Конкордия и сквер Конкордия. Там, где он был в нашем городе Царицыни. Билет на концерт стоил три рубля, что по тем меркам было очень дорого, но поклонники всё равно нашли способ послушать великого певца. Заворожённые женщины дарили ему цветы, кричали «Бис! Браво!» и такой восторг оправдан. Фёдор Иванович Шаляпин родился в бедной семье домохозяйки и писаря, но сумел стать первым народным артистом СССР. Вот такой самоучка, который работал и сапожником, и бурлаком, и помощником писаря. Из него вышел вот такой необыкновенный талант, который знает весь мир. Сейчас только скажешь фамилию Шаляпин, любой вам человек скажет, да, это великий бас. В составе экспозиции можно было увидеть уникальные почтовые карточки XX века с местами, где бывал Фёдор Иванович Шаляпин, посещая Царицын. И выпуск журнала «Искры» с фотографией певца и его друга Александра Ивановича Куприна. В свой третий приезд Фёдор Иванович пообщался с сотрудником «Царицынской правды». Вот какие впечатления и остались. Личность Шаляпина производит чарующее впечатление. Его благородная осанка и вместе с тем скромность подчиняет себе каждого, увидевши его. «Надолго ли вы едете на Кавказ?» – спросил бы наш сотрудник. «Прошу бы там до конца июня, не поверьте, я так утомился, что хочется отдохнуть». Также посетители выставки смогли услышать знаменитые «Очи черные», «Эх, хухнем» и «Дубинушку». Анжела Умбетова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». «Как люблю я вас, как боюсь я вас, злачу тебя».